Вдоволь насладиться, подними меня выше, как свою ты услышишь, ты придешь помочь, ты придешь помочь. Всем привет дорогие друзья, с вами СКГ и в сегодняшнем видео я расскажу, как я создавал свой кавер на песню группы Старсет, My Demons. Ну а начнем с предыстории. На протяжении 4 лет я снимал ролики на игровую тематику. Танки онлайн, Майнкрафт, World of Tanks, Дота 2, CSGO и еще много-много всего. Но прошло какое-то время и игры мне попросту надоели, и я начал думать, а чем же я хочу заниматься дальше. Не бросать же канал. Конечно были мысли создать новый, но я думал, что аудитория поддержит мое новое творчество. Ну собственно так оно и получилось. Потихоньку я начал осваивать такой секвенсор как Cubase, причем пользуюсь я им и по сей день, и начал выкладывать свои первые записи. Звоночком о том, что я все делаю правильно, стал мой кавер на песню группы Skillet Feel Invisible. С тобою я непобедим, он сил неудержим, огромная волна, с тобою я смел, ты мой тканиум, песен сражения, шум победы развивает стадион. Но мне хотелось чего-то большего. Не буду скрывать, мне действительно нужен был хайп, и я нашел его. С песней My Demons я познакомился в 2014 году, тогда в предложке ютуба стали часто появляться АМВ и ГМВ под эту песню. Я ее послушал и до сих пор слушаю. Та энергетика и буря эмоций, что передает эта песня, меня сводит до мурашек и сейчас. Собственно говоря, в тот момент я очень часто слушал эту песню, и я решил узнать, есть ли на нее вообще кавера на русском. И что бы вы думали? Да, я стал самым первым человеком на русском ютубе, кто сделал русскоязычный кавер на эту песню. За первый месяц количество просмотров перевалило за 10 тысяч, а сейчас на ролике уже почти 170. Этот кавер дал мне ясно понять, что тематика каверов еще может дать жизнь моему каналу. И кстати, напишите в комментариях, как вы познакомились с этой песней, мне будет очень интересно почитать ваши истории. Ну а теперь я покажу вам сам проект этого трека, и мы разберем его структуру, а также поговорим об обработке моего голоса для данной песни. Поехали! Итак, вот он наш проект, My Demon сначала, давайте послушаем вступление. Помоги мне, мой корабль тонет, хоть не безумен, но потерял себя я. Минусовку я включать не буду, потому что мне опять прилетит авторское право, поэтому будем разбирать все на акапеллах. Минусовку, потому что вы и сами знаете, как она звучит. Вот, итак, давайте посмотрим, какие эффекты у меня висят на вступлении. Здесь у меня эквалайзер, да, встроенный эквалайзер кубейсовский. Еще я тогда не знал про папфильтр, вообще не знал что-то такое, что есть какие-то другие. И пользовался, вот смотрите, пример того, что можно пользоваться даже банально на встроенных родных логинах от кубейса. То есть они настолько крутые, что на них можно вот выдавать вот такую пушку. Итак, на эквалайзере у меня висит пресет, если я не ошибаюсь, то у меня, по-моему, висит пресет фон-линия, по-моему, вот так. Ну, вот видите, фон-линия, да, но она немножко как-то там изменена, короче, как-то вот так ее подвинул, но сути это не меняет. Давайте послушаем, что изменилось. Помоги мне. Да, вот он стал немножко более плотным, поэтому нужно его зажать и поднять, вот как было, да, примерно. И послушать, как это будет звучать теперь. Мой корабль тонет. Ну вот. Так, поехали дальше. Фильтр Pro MB на самом деле, на самом деле без понятия. На самом деле я без понятия, потому что вот он у меня здесь висит. Но я на самом деле вот сейчас, переслушивая этот трек, я не понимаю вообще, как он у меня работает. Он вроде у меня включен, а вроде я не слышу его работу. Ну да ладно. Фильтр мы не будем трогать, потому что это у нас сент. Это то есть эффект, который вообще зависит напрямую. Голос с минусом связывается и напрямую к обработке вокала он такого прямого отношения не имеет. Давайте поехали дальше. Компрессор. Все очень просто. В Cubase есть куча пресетов. Очень много пресетов. И я в основном всегда, если пользуюсь родным пресетом от компрессора Cubase, я использую Hard Rock Vocal. Потому что я в основном делаю кавера на рок. И то есть пресет говорит сам за себя Hard Rock Vocal. То есть тяжелый рок-вокал, бла-бла-бла, все дела. Вот я этот пресетик нажимал. Как-то его тут накрутил. Громкость ему на десяточку. Радио на четыре. Порог срабатывания минус тридцать пять. Вот такие вот настройки. Если вдруг кому-то интересно, вот, можете заскринить. То есть в принципе компрессия, если вот послушать, допустим, без всех вот этих обработок. Как оно будет звучать. И без эквалайзера давайте. Помоги мне мой корабль тонет. Теперь давайте выключим компрессор. Помоги мне мой корабль тонет. Вы теперь скажете, почему звук не меняется. Знаете, в чем прикол? Потому что вот видите вот этот плагин Vizewerb. Год назад у меня сгорел блок питания. Да-да, в прямом смысле у меня просто перегорел блок питания. И я переустанавливал винду. После переустановки винды этого плагина у меня, как вы поняли, нету. То есть его больше нету. Но, Cubase такая прикольная вещь, что если у вас нету плагина, то он банально оставляет его в проекте. То есть те настройки, которые были накручены на каком-то другом компьютере, они остаются. И то есть если у вас нет плагина, он будет работать, но вы не сможете его изменить. Поэтому эффекта компрессора вы не услышите, потому что накинут вот этот плагин, а на нем накручена, по-моему, тоже там, по-моему, есть какая-то компрессия, громкость и реверберация. Поэтому что с компрессором, что без, мне кажется, никакой сильной разницы нет. Теперь поехали дальше. Давайте включим все наши эффектики. Эквалайзер включим, то есть эффект радио, так сказать. Да, вот видите, здесь очень много эффектов. И то есть все названия говорят сами за себя. Фон линия, то есть это телефонный эффект. То есть если вы даже новичок, если вам нужен эффект телефона, или как в моем случае вот эта вот рация, которая в начале Старсета, типа как они поют, как будто по рации. Банально вы тыкайте на фон линию и все. И крутите немножко, вот чуть-чуть изменяете звук в нужную вам сторону. Так, поехали дальше. Стерео-делей. Я уже в прошлом ролике говорил, что такое дилей. Это эхо. Давайте послушаем, как это звучит. Вы должны слышать, оно здесь не очень сильное. Я его отстроил всего на 3-4 по громкости. Фидбэка я ему вообще много не крутил. И дилейчик вообще очень маленький. Но тем не менее, если прислушаться, то в левом, в правом ухе вы можете слышать, как голос повторяется. Собственно говоря, это придает такого небольшого шарма вокалу. Такой небольшой ему загадочности и такого прикольного эффекта звучания. Что дальше? Дальше я повесил гейт. Зачем я повесил гейт? Гейт это такая вещь, которая отвечает за шум. То есть, если у вас, например, в вашем голосе что-то вот фонит, у меня на самом деле вот тут гейт можно было даже не весить. Потому что у меня капелла, помимо того, что она и так записана очень тихо, так у меня микрофон, вот смотрите, вот видите, вот эту вот полоску, он, по-моему, ничего особо-то я не ловил шумного. Если вот присмотреться к капелле, да, то шумов никаких тут нет, то есть только мой голос. Я не знаю, я, видимо, тогда настолько был сосредоточен на проекте, что я хотел его сделать, ну, суперидеальным. Да, и не спорю, я хотел им выстрелить, и у меня это получилось. Но если сейчас разбирать его, то гейт я вам не советую в таких ситуациях вешать, потому что он все-таки приглушает голос и не дает ему полностью раскрыться. Но, тем не менее, гейт у меня висит. В любом случае, возможно, он что-то у меня и почистил. Но я бы его не рекомендовал вешать, если у вас микрофон пишет нормальный звук. Дисторшн! Ааа, для чего нужен был дисторшн? Давайте мы послушаем, я хоть сам вспомню, пробегусь, так сказать, по ностальгирую. Так, а теперь без дисторшн. Ну, дисторшн просто добавляет, так сказать, жира. То есть, если послушать с дисторшном и без. Он делает голос таким плотненьким, жирненьким, таким толстеньким. И в нашей минусовке, которая, я вам скажу, на самом деле очень жирная, потому что, когда я, помню, записывал, она прям сильно долбила мне. Если я не ошибаюсь, даже приходилось ее делать тише. А, нет, не тише, я ее как раз-таки фаб-фильтром как-то резал. Но я, на самом деле, уже не помню, зачем я его вешал, потому что я сейчас, на данный момент, даже не слушаю его работу. Что ж, вот, я разобрал вступление. Теперь давайте поехали дальше, посмотрим. Дальше у нас главный голос. Это, собственно говоря, давайте мы пока бэк-вокал выключим. То есть, вот эти вот маленькие дорожки, это бэк-вокал. Это на подпевке. То есть, это вокал, который предназначен для того, чтобы нам скрасить, так сказать, голос. Кстати, да, вот вы можете заметить, что здесь еще какой-то такой голос, но на самом деле вот этой фигней я бы вам не рекомендовал заниматься. Я, на самом деле, как раньше сводил. Я копировал дорожки для того, чтобы сделать жирным голос. Но прикол-то в том, что сейчас, когда я оглядываюсь назад, я слушаю свои старые работы, где я применял такую тактику, и понимаю, что копия дорожки, когда вы копируете дорожку, это дает очень сильный, на самом деле, перегруз. Потому что я сейчас слышу, слушаю на своих динамиках, и слышу вот этот небольшой такой песочный треск. Так вот этот треск, он у меня, как раз-таки я замечал, что он возникал вот из-за этого. И потом, когда я уже накачал более крутые плагины, такие как FatFilter 2, Waves, эти два плагина, они просто заменили мне все, и с тех пор я записываю капеллу просто одной дорожкой и уже не пользуюсь какими-то дубликатами. Ну, разве что, если мне нужно что-то подпеть. Вот, поэтому не советую вам так дублировать. Хотя, если вы хотите все-таки добиться какого-то жира, ну, попробуйте спеть, я не знаю, просто другим голосом. Это, по крайней мере, какой-то контраст придаст, нежели чем вы будете копировать просто дорожки и создавать лишние помехи, шумы и перегрузы. Так, поехали дальше. Давайте я посмотрю запись, чтобы все шло в порядке. А что у нас дальше? Дальше у нас, собственно говоря, вступление. Давайте мы его послушаем и посмотрим, какие эффекты висят на нем. А все в округе, подобные хищным птицам, Моим падением желают насладиться, Вдоволь насладиться. Забыл выключить бэки, ну да ладно. Думаю, мне простительно. К бэкам мы вернемся чуть-чуть попозже, но на самом деле, если мне память не изменяет, то это просто все эффекты, которые у меня накинуты вот на этом голосе, они, если я не ошибаюсь, скопированы просто на бэк-вокал. По-моему, да, по-моему, так и есть. Что ж, давайте разбираться. Компрессия немножечко помягче. То есть, как вы могли заметить, здесь у меня вейкап стоит 9, а на вступлении у меня стоит десяточка. То есть я чуть-чуть поменьше сделал компрессию, потому что все-таки я и пел здесь громче. Если вы посмотрите внимательно на волну волны, на форму волны, на форму волны, то вы можете заметить, что я пел громче. Так, с компрессией разобрались, просто чуть-чуть потише сделал. Дальше тот же самый эффект объема, я ничего не менял. Эффект эха, тот же самый, на весь трек. А вот эквалайзер я немножко изменил, то есть я вот подрезал ему как-то странные частоты. На самом деле, если бы я сейчас записывал этот трек, то я бы, наверное, даже вот так бы, наверное, как-то срезал. Давайте посмотрим, что это нам даст. Что это нам даст. А все в округе подобны хищным птицам, моим падением желают... Ну, немножко чище, может, голос стал, но не совсем заметно. Ладно, проехали. В общем, вот такой вот эквалайзер, у него подняты высокие частоты для разборчивости слов, убито 500 кГц, чтобы не забивало, поднято зачем-то 200, не понимаю, зачем, видимо, для того, чтобы какой-то, я не знаю, более крутой звук, что ли, добавить, или зачем я это делал, непонятно, но когда вот сейчас я записываю треки, я никогда не поднимаю, потому что я, наоборот, эквалайзером я работаю в минус, я, наоборот, убираю гадкие частоты, и в конце поднимаю немножко высоких для разборчивости слов и срезаю низкие. Но в последних треках я не помню такого, чтобы я поднимал вот эту частоту. Вот. Но это у всех свои, так сказать, причуды. Каждый сводит, как он хочет, и в тот момент, вот, мне, видимо, показалось выгодным или хорошим, или красивым поднять вот эту частоту. Поехали дальше. Гейт у меня скопирован тот же самый. То есть банально, чтобы у меня какие-то шумы не пробивались, но на самом деле я теперь понимаю, что если мы посмотрим вот на эту штуку, давайте посмотрим. А все в округе подобны хищным птицам, моим падением желают насладиться, вдоволь насладиться. Короче, вот, видите, красненько, это значит, если я не ошибаюсь, то, по-моему, гейт работает, и, по-моему, то, что он шум не пропускает. А зеленое, это значит, что сигнал идет. Ну, давайте мы немножко покрутим гейт, давайте скрутим его на ноль. Да, вот видите, на ноле, то есть вообще голос пропал. Теперь сделаем минус 26. Вот, то есть он не работает. То есть там чуть-чуть что-то желтое проскакивает, но я точно не понимаю, зачем я его вешал, но, видимо, у меня вот в голове такой бзик был, что нужно повешать гейт, чтобы никакие шумы не пробивались. Непонятно, зачем, если их и так нет. Следующий плагин, Deisser, здесь все просто. Данный плагин предназначен для того, чтобы убирать такие звуки, как Щ, С, С, П, П. Вот такие вот всякие, которые противны, знаете, вот такие шипящие там, Ч, П, С. Вот я его накинул на максимум, чтобы банально по ушам не резало. И давайте послушаем с ним и без него. А все в округе, подобны хищным птицам, моим падением желают насладиться. Вот с Deisser'ом немножко становится гулким вокал, но буквы С, Щ, вот эти вот скрипы какие-то непонятные, какие-то щелчки, они пропадают. Но немножко гулким становится. Но в этом треке это как раз-таки, я считаю, тоже большую роль сыграло, потому что вокал очень хорошо улегся в минусовку. То есть я прям влил его очень хорошо. Поехали дальше. Хорус. Хорус это такой эффект, чтобы создать эффект хора. Давайте посмотрим, как он работает. А все в округе, подобны хищным птицам, моим падением. То есть вы слышите разницу. То есть голос становится таким каким-то двойным и больше похож на робота. И я именно этим плагином хотел, собственно говоря, передать вот этот эффект такой электронщины, который в оригинале звучит. Я прям очень сильно хотел постараться скопировать оригинал. Да, признаю. И на самом деле, я считаю, в каверах это не надо делать. Нужно в каверах все равно привносить что-то свое. Потому что кавер на то и кавер. Потому что сейчас, например, если я послушаю свой кавер на Breaking the Habit, я понимаю, что я мог свести его лучше. Я мог сделать голос громче, минусовку сделать плотнее, жирнее. Но я просто скопировал оригинал. И все. То есть трек звучит как оригинал, но если мы послушаем оригинал, оригинал звучит тихо, слов как-то не очень понятно. И у меня нихрена. То есть я бы сейчас не сильно перфекционизировал по этому поводу и старался привносить что-то свое. Но вот тогда, когда я только начинал, как видите, еще неумелым был. В прошлом ролике я, кстати, говорил про то, что очень много плагинов вешать, это полный бред. Дальше я вам расскажу попозже, то, что это очень вредно для вашей звуковой карты, потому что у вас все вот эти плагины, они забивают память. И если у вас плохая звуковая карта, у вас просто проект начинает дико лагать из-за этих. Вот из-за этих просто эффектов. У вас просто начинает программа тормозить. И в таком случае, просто чтобы этой проблемы не было, просто отключайте все плагины и все. Они не будут забивать память, и звуковая карта не будет напрягаться. Вроде про хорус рассказал, эффект хора вот такой немножечко, так сказать, электроничный я добавил. Стерео-энхансер. Поехали дальше. Видите, тут даже пресет под старсет. Давайте посмотрим, как оно все работает. То есть, голос становится таким более объемным и более приближенным, что ли. То есть, вот если без него голос звучит как бы вдали, то когда я повешил этот плагин, голос становится звучать немножко ближе. Какие эффектики тут? Ну, дилейчка немножко добавил. И вот этот вот вид, это, короче, расширялка этого голоса. То есть, давайте посмотрим, как оно работает. А все в округе подобны хищным птицам. Моим падением жил. То есть, слышите, да? Небольшую разницу, конечно, но тем не менее, голос разбегается по ушам. То есть, либо он играет тупо в центре, либо вы его слышите, что он становится более ближе к вам и становится более объемным. Вот, собственно, и все. Все вот эти эффекты, вот такие вот эффектики. Ничего сложного здесь не вижу. Да, я бы вот реально сейчас исключил гейт. Я бы сейчас не стал вешать диэсер. Я бы не стал на самом деле вешать даже хорус, потому что эффект хора на самом деле лучше добиваться самому. То есть, банально, если хочешь добиться эффекта хора, проще самому записать три партии, какие-нибудь четыре, и потихоньку их как-то в миксе уложить, просто сделав тише, чтобы, допустим, у тебя был основной голос, а параллельно ему подпевали три твоих голоса. Их развести по ушкам влево-вправо, один по центру, накинуть какие-нибудь дилейчики, реверба побольше, и все. Эффект хора готов. Не надо вот испражняться вот этими хорусами какими-то. Я считаю, это вредно для капеллы. Она становится какой-то вот такой электронной, неживой. Но вот в данном случае, может быть, это сыграло вот такую роль, что я смог такой звук настроить. Но если бы я сейчас записывал трек, то я бы пользовался всего вот, наверное, двумя плагинами. Это FabFilter Q2 и Waves, который я в прошлом видео вам его показывал. Но если бы кто не знает, это вот такой вот замечательный плагин. вот KLA Vocal Stereo, выглядит он вот так. То есть в нем есть и реверб, и делай, и питч, вот эта расширялка, и все, что надо нам. То есть зачем нам вешать кучу вот этих плагинов, когда есть этот... Я не понимаю. Что ж, поехали дальше. Давайте поговорим про... А, про бэк-вокал. Разберем его. Бэк-вокал — это те самые голоса, которые вы слышали в левом-правом ухе, которые подпевают песни. Как я их сделал? Давайте я даже, наверное, подниму их, чтобы они удобнее были, а то они как-то у меня странно расположены на самом-то деле. Вот. Давайте мы их послушаем, послушаем. Так, поехали. Давайте мы их послушаем. Подобный хищным птицам. Вот. Подобный хищным птицам. Какие здесь эффекты? Здесь у меня, по-моему, вот я не ошибаюсь, у меня стерео-энхансер немножко другой, и эквалайзер, по-моему, другой. Да. Эквалайзер немножко другой. Я сделал более как-то вот такой вот срез по верхним частотам, но при этом поднял, чтобы было разборчиво. И здесь у меня, по-моему, дисторшн другой, более такой какой-то жесткий. Да. И, по-моему, на основном голосе нет дисторшна. Да. На основном голосе нет дисторшна. А вот этому, вот этим голосам, которые подпевают, я повешал дисторшн, знаете, для чего? Для того, чтобы они звучали более плотно. Я хотел их сделать такими более плотненькими, чтобы их было слышно, чтобы они такие прям, ух, как, знаешь, богатырская песня, чтобы был вот такой вот эффект. Хорус я здесь тоже, по-моему, немножко изменил, если мне память не ошибает. Ну, вот тут, ну, что-то, что-то, что-то чуть-чуть, по-моему, поменял, да. Вот. То есть дисторшн, ну, он добавляет такого эффекта, то, что более плотным. Я уже показывал, как это все звучит. Вот. И, собственно говоря, в чем суть? В чем суть? Вы сейчас спросите по громкости, что с ними не так? А вот в том-то и прикол, что по громкости я, по-моему, их даже и не пускал. Если сейчас я записываю трек, я прописываю к нему бэк-вокал, и я просто копирую, допустим, вот у меня есть основная дорожка, а на ней есть вот такие вот эффекты, я просто эти эффекты кидаю на свой бэк-вокал, и просто бэк-вокал делаю тише. То здесь я каким-то образом умудрился за счет, по-моему, дисторшна сделать банально вот эти голоса тише. И они стали звучать вместе с песней вот так. А все в округе подобны хищным птицам. И то есть вроде бы как бы забивают, но на самом деле я бы, наверное, сейчас сделал их банально вот так вот. На минус 7, что ли, меньше, наверное. Потому что вот так. А круги подобны хищным птицам. Вот, согласитесь, звучит гораздо лучше, чем то, что было. Но, тем не менее, тем не менее, да, вот такие вот ошибки. Я считаю, бэк-вокал нужно все-таки немножко грамотно обрабатывать. А бэк-вокал... Ну тут на самом деле можно много рассуждать по поводу бэк-вокала, потому что бэк-вокал, он в зависимости от его применения, он может как скрасить песню, да, добавить ей какого-то шарма или какого-то эффекта, так и напрочь просто забить основной вокал и быть вообще не в тему. То есть с бэк-вокалом я вот всегда работаю более тщательно, нежели чем даже с основным. Потому что для меня бэк-вокал, это своего рода, знаете, как подпевка на сцене, когда, допустим, вокалист поет в одиночку, но есть такие моменты, где ему сложно петь. Из-за него сзади некоторые участники, допустим, моего группы помогают ему подпеть сложные моменты. Или, допустим, он там зал дает, и они вместо него. Вот бэк-вокал, это такая вещь, которую вот за счет бэк-вокала очень можно трек вытянуть. То есть он очень много может всего добавить, но по поводу бэк-вокала, возможно, это даже отдельная тема для ролика, на самом деле, потому что на эту тему я готов очень-очень долго разговаривать. Вот такие вот эффектики. Я добился вот такого эффекта, только, мне кажется, благодаря вот то, что в цепочке последний MC Distortion, и вот у него накручены какие-то настройки, и вот оно все это так звучит. Так, и теперь мы давайте вот послушаем, я уж не помню, что тут у нас. Да, теперь вдоволь насладиться. Вдоволь насладиться. А вдоволь насладиться, если я не ошибаюсь, по-моему, все то же самое, просто скопировано, просто бэк-вокал. Бэк-вокал, он у нас звучит вот так. Он у нас звучит вот так, бля, вдоволь насладиться. Вдоволь насладиться. А я вот не понял, почему они у меня в одинаковых ушах. Это что вообще такое? Ага. На самом деле, какая-то непонятная фигня происходит, потому что я не понимаю, где именно у меня определенный какой-то эффект. Они как-то странно звучат. Не находите? Давайте мы отключим этот голос. Мне даже саму стало интересно. Ага, это поднято на октаву выше. Затюнено, то есть. Все, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Я тогда, по-моему, как-то хитро сделал. У меня, по-моему, вот здесь есть копия. Да. Вот видите, тут RR. Все, вспомнил. А здесь у меня было все разведено влево. То есть у меня было две одинаковые дорожки. Я их скопировал. Развел просто по панораме, чтобы сделать эти бэки прям капец какими жесткими. И они получились вот такие жесткие. То есть, такой контраст. То есть, как будто там вообще прям хор якобы хотел все в дохор создать. Ну, вроде что-то даже вышло. И в сумме это звучит вот так. Причем, мне еще нравится в этом бэк-вокале, что он такой, знаете, такой хрус, вот этот дисторшн, перегруз. И это, знаете, как будто по рации кричат. Вот, то есть, если мы вспомним клип Star Set, то они там, по-моему, высаживались на какую-то планету. И вот эти рации, мне кажется, они прям передают ту атмосферу, как будто они кричат, пытаются друг от друга достучаться. И вот именно вот этими плагинами, которые у меня висят вот на бэк-вокале, я смог, знаете, добиться вот такого вот звучка. То есть, вот такой звучок. Здесь я, кстати, на дисторшне даже какие-то немножко другие эффекты на положу, по-моему, или нет? А нет, ну я здесь, по-моему, что-то убрал. Видите, вот здесь что-то у чего-то нет. Нет, давайте посмотрим. Стерео-энхансер убрал. Я посчитал... А, видимо, ненужным я посчитал, знаете, для чего? Сейчас покажу, для чего. Сейчас покажу вам, для чего я посчитал его ненужным. Вдоволь насладеет! Потому что высокий голос, он и так сильно режет уши, и я не стал ему накидывать лишний плагин, который расширяет его. Вот. Ну, а теперь перейдем к самому сладенькому, к припеву. Вы сейчас спросите, почему у тебя припев записан одной дорожкой. Рассказываю ситуацию. Когда я дошел до припева, когда я записал припев, он состоит из основного голоса, который вот этот вот... Подними меня выше. Есть там также голос. Подними меня выше. И нижний. Подними меня выше. Так вот. Мой кубейс, мой проект просто дико начал лагать. Он настолько начал лагать из-за вот этого припева, что единственным вариантом... Я не знал тогда, что можно просто эффекты отключить. Я что-то психанул и просто обработал все дорожки в единую дорожку. И удалил старые дорожки. Теперь у меня нет этих дорожек. И теперь мы можем только вспоминать, какие эффекты были накинуты. Но, если мне не изменяет память, то эффекты были просто накинуты те же самые, что и на основной голос. Только, знаете, по-моему, больше дисторшена. Больше дисторшена, чтобы добавить вот этого прям мяса такого, такого... Типа вот таких вот прям звуков. И, собственно говоря, вот такой вот у меня припев получился. Давайте вновь окунемся в историю и снова его послушаем. Подними меня выше, как свою ты услышишь. Ты придешь помочь, ты придешь помочь. Мы с тобою похожи. Боль, ту, что меня гложет, унесешь ты прочь. Унесешь ты прочь, даже когда внутри мой демон. Вот. То есть, я считаю, на тот момент, когда я это создавал, мне это казалось чем-то прям невероятно крутым. Но теперь я понимаю, сколько бы я всего здесь мог исправить. Я бы не делал, не вешал бы такой лютый дисторшен. Я бы не вешал эти диэйсеры, эти хорусы. Я считаю, это все мешает. То есть, можно было чище сделать гораздо акапеллу. Но тогда у меня не было еще, повторяю, столько опыта, сколько у меня есть сейчас. И, оглядываясь назад, то есть, ну, на тот момент это действительно, даже если сейчас послушать, в принципе, да, вот эти зашкалы, это, конечно, плохо. Оно, в принципе, по гармониям все вроде бы как хорошо. Там даже бэки какие-то верхние, нижние, прям как в оригинале, если я не ошибаюсь, я вроде все попал. Дальше, ну, дальше у нас что? У нас дальше просто другой куплет идет. То есть, на нем все то же самое. То есть, это та же дорожка, по-моему, да? Да, это та же дорожка. У нее те же самые эффекты. Я в нее просто пропивал. И для бэков те же самые дорожки. То есть, ничего нового. Эффекты те же самые. И давайте послушаем, как это звучит. Вот с этими бэками у меня тоже длинные истории. Я... Вот видите, здесь 0.47. Так вот, я, по-моему, если не ошибаюсь, 47 раз пытался их записать. Вот это, по-моему, 45-го раза. То есть, это капец какой-то. Вот. И в определенный момент я просто нашел вот такое звучание. Влечет неумолимо. И мне оно как-то вообще капец понравилось. Потому что в них все оно давало такой хороший звук. Вот. И... Вроде как я решил так, ладно, вроде годно звучит. Но на самом деле я бы сейчас, допустим, если слушаю вот эту вот нашу дорожку. Вот видите, вот тут и в пустоту. Залезаем в наш тюнь, про который я рассказывал в прошлом ролике. Находим эту ноту и... Я бы хотел с ней поработать на самом деле. И сейчас вам показать, как это все тюньело. Смотрите. Мое безумие непреодолимо. И в пустоту... Вот, видите? И... Вот. Вот здесь я бы, наверное, сделал вот так. И... 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 Пусто... Та... 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 Вот, наверное, вот так надо было. То есть, я промахнулся, по-моему. И в пустоту... Нет, нет. Подождите. Давайте вот так послушаем. И в пустоту... Пусто... И... Пусто... Или вот так ли? И в пустоту... Вот, мне кажется, вот так. Вот так надо ставить. Вот. Давайте снова послушаем. Мое безумие непреодолимо. И в пустоту... Вот. То есть, одну нотку я ошибся. Но я, видимо, тогда еще... Не особо был подкован в плане ноток. То есть, если сейчас я сажусь в трек, я... Каждую ноту вытюниваю, если мне что-то не нравится. Я либо перепою, но попаду в эту ноту. Либо дотюню так, чтобы это звучало, как... Как вот надо. Потому что вот это вот фигня. Я теперь понимаю, что нужно было работать лучше. Над каждой маленькой мелочью, я считаю. Вот. Ну и дальше, собственно говоря, давайте с бэками послушаем. Увлечет неумолимо. Спаси меня. Ведь сражаться и они в силах. И боль во мне терпеть невыносимо. То есть, это просто вот тоже такие лютые бэки. На которых лютая вот такой вот дисторшн висит. Ну, не то, что лютый, но все же суровый, суровый довольно дисторшн. Но, тем не менее, это придает прям такой... Ух! Как, знаете, как ударю по столу. То есть, мне на тот момент это прям вообще устраивало. Но теперь я понимаю, что вот это куча плагинов. Вот это убрать, это убрать. То есть, ах, это все вообще ненужное. Это просто лишние какие-то телодвижения. Ну и дальше, то есть, припев у меня... Я просто как рассказываю тоже историю. Когда я только начинал писать треки, я всегда думал, что песни люди знают, как делают. Вот они все, вот эти припевы, куплет, они все это пишут снова и снова. И то есть, некоторые вот первые каверамы и послушать, я пропевал. Первый куплет у меня звучит так. Припев у меня первый звучит так. Второй куплет так. Припев по-другому уже. То есть, не так повторяется, как в начале, а по-другому. Но в этом вот проекте я уже допер, что можно же копировать дорожки. И я просто скопировал дорожку, потому что я всегда думал, что исполнители просто настолько офигенно поют, что у них первый припев повторяется со вторым. Но потом до меня дошло осенение, что они просто копируют дорожки. А я попу рвал, чтобы записать, не знаю, еще там 10 раз в 10 дублей. И потом до меня дошло, что можно просто скопировать. Вот, и тут, собственно говоря, я просто скопировал дорожку. И мы слушаем дальше. Подними меня выше, как свою ты услышишь. Ты придешь помочь, ты придешь помочь. Мы с тобою похожи. Боль, ту, что меня гложет, унесешь ты прочь. Унесешь ты прочь. Даже когда внутри мой демон. Отлично, мой демон, мой демон. Теперь съедем дальше. Теперь вот это. Вот с этой партией, на самом деле, я ее очень много раз перепевал. И она мне, на самом деле, я сейчас слушаю, она мне очень нравится. Эти слова, которые спеты какими-то рывками. Вот это, что-то как оно там поется, уже забыл. Поднимай же к облакам. Кам, кам. То есть вы, вот видите, вот эту вот неровность. То есть это надо было, либо вот так вот, как-то, я не знаю. Может быть, как-то порезать, что ли, я не знаю. Как-то, короче, вот разрезать, не знаю. Порезать точно. Но прикол в том, что оно звучит вот прям, ах, как угловато. То есть тут и ошибки в тюне, и исполнение какое-то вот это. Вот на самом деле, когда мне стали люди писать про эмоции, да меня доперло, что я не так делал. Я сначала не мог понять, да все же нормально, типа. Но теперь я прекрасно понимаю, у меня даже закреплен комментарий по поводу эмоциональности. То есть сейчас кавера, которые вы слышите. Я там просто, я не знаю, да тот же закилл возьмите. Я буду жить до конца. Я не знаю, я теперь понимаю, как надо выдавать эмоции. Но здесь я соглашусь, что на тот момент у меня просто не было опыта. Я, ну банально, я думал, что именно песни так и пишутся. То есть ты берешь так. Поднимай же к облакам. То есть вот как я пел. А теперь я понимаю, что нужно прям эмоционально, нужно прям бы вот душу всю изложить. Но спеть прожить этот момент и передать всю энергетику, весь посыл. Всю энергию, которую ты заложил в эти слова. Но на тот момент я, видимо, я только начинал. Потому что я ведь на самом деле, когда этот трек записывал, я ведь не думал, что он выстрелит. Для меня это было, знаете, такое. Ну типа, ну давай попробую. Но если не зайдет, то, наверное, не буду делать. Вот, наверное, это не мое. И ведь зашло! Но теперь я прекрасно понимаю, что можно было сделать гораздо лучше. Можно было просто бомбу создать. Просто, я не знаю, хитяру всех времен и народов. Если банально бы я бы исполнил это на уровне Зекил или там Висамбади или того же Старсет Монстр. Да лучше бы как Старсет Монстр. Я бы просто проорал на срыв, на срыв связок и все. Но звучало бы это годно и эмоционально. Но на тот момент времени я даже не думал об этом. Ну давайте послушаем, как звучит это убожество и, собственно говоря, плагины. Ну плагины вы здесь видите. Здесь, по-моему, нету вот каких-то других плагинчиков. Да. Здесь нету, по-моему, энхансера. Нет, энхансер есть, но он, видимо, какой-то другой. А чего здесь нету? Чего здесь нету у нас? У нас здесь нет дисторшена. У нас здесь нет дисторшена, потому что дисторшен у нас накинут на вот этот голос, который поет вот эту партию. Да, совсем забыл про бэк-вокал. Давайте мы его выключим. Потому что он слишком лютый. Очень лютый бэк-вокал. Мы его выключим. И послушаем вот эту партию. Поднимай же к облакам. То есть я теперь понимаю, насколько убогий тюн, насколько все ужасно сделано. Но, тем не менее, в сумме с основным голосом это дает... Поднимай же к облакам, и в полете не отпускай. Такую, знаете, на самом деле, такой, знаете, эффект хрипотцы. Как будто, вы знаете... Вот такой вот эффект это передает. И мне на тот момент казалось это забавным. Я решил вот как-то вот так затюнить и превратить в такого брутального робота. Ну, бэки-бэки, давайте бэки разберем. Бэки здесь, на самом деле, ничего удивительного нет. Это те же копии, тех же бэков. Только здесь немножко энхансер другой. А, дисторшн тот же самый. То есть я просто копировал дорожки, те же эффекты просто на них накидывал. И, то есть в сумме они у нас бэки, получается... Здесь тоже, по-моему, такая же хитрость была. То есть я для более какой-то, я не понимаю, для более жира, что ли, или для чего. Я просто брал и копировал все эти бэки. Давайте послушаем, как они у нас звучат. Поднимай же к облакам и в полете не отпускай. То есть это просто бэки якобы спеты высоко, но на самом деле не так уж это высоко спета. И, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь есть высокий бэк и нижний бэк. Давайте мы их найдем. Наши бэки. Мы их найдем. На самом деле вот такая вот структура проекта, которую вы у меня сейчас увидите, это очень ужасная структура. Никогда так не делайте. Делайте всегда так, чтобы у вас все дорожки были подписаны. Что тут вообще отвечает за что? Чтобы они были вот так вот близко друг к другу. Чтобы на них был, на каждой дорожке свой цвет. Чтобы вы путались. Если у вас, допустим, даже дорожка не подписана, то вы хотя бы можете по цветам ориентироваться. Я всегда что-то вот начинал, просто херачил одним и тем же цветом. И на самом деле это печально, потому что сейчас очень сложно найти тот или иной бэк-вокал. Но давайте послушаем, как звучит вот эта дорожка. Поднимай же к облакам. Вот, то есть это просто спета партия высоко и еще поднята на октаву. И теперь послушаем вот эту партию. Давайте послушаем, как она звучит. Поднимай же к облакам. Видите, как-то кам я так пропеваю. Вот, это уже мой нормальный голос. И то есть в сумме они дают вот такой эффектик. Поднимай же к облакам. Ну такой забавный эффект довольно. Но на самом деле, если бы я повторяюсь уже тысячу раз повторять, если бы я сейчас записывал, я бы убрал весь этот лишний дисторшн, весь этот лишний перегруз. И давайте мы теперь послушаем вот эти вот моменты, где в моем клипе на Sword Art Online просто момент, когда я нашел эту мвшку, просто на слезу пробивает на самом-то деле. И здесь я над ним, помню, вот 18 раз. То есть 18 раз я пытался пропеть это, пытался спеть это более, знаете, так, искренне, чтобы это прямо вот с душой. И вроде как у меня это получилось. Дорожки те же самые эффекты, те же самые, что и с вступлением. То есть все очень просто. Вы накидываете эффекты один раз, и дорожка на весь трек, вы на ней пишетесь. То есть не надо создавать велосипед, не надо дублировать по несколько дорожек. Просто пишите с теми же эффектами на одной дорожке. Потому что песня у вас, ну, она идет не сверху вниз, а она идет по горизонтали, то есть прямо. Давайте послушаем. Вот видите, ничего не шумит, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, здесь вот сейчас я не спорю. Здесь гейт пригодился. То есть он вот этот шумок убрал, чтобы ничего не мешало. Мы с тобою похожи. Боль ту, что меня гложет вновь. Вот тут я даже залажал такого вновь. Можно даже, наверное, залезть и в нашу тюнилку, и посмотреть, где находится эта нота вновь. Вновь. Вот, уже лучше. Вот, и теперь давайте посмотрим уже, наверное, окончание. То есть тут у нас припев, и в конце такая фишка. В конце такая фишка тоже. Как я сделал такой эффект, что повторяется мой демон, мой демон. Я просто срезал концовку из своего припева, скопировал дорожку и вставил вот сюда вот так по ритму, чтобы они подпевали мне мой демон, мой демон, мой демон. А припев тот же самый. То есть я ничего не перепевал, просто вырезал из концовки вот этот вот мой демон. И то есть получилось вот так вот. Давайте послушаем. Подними меня выше, как свою, ты услышишь, ты придешь помочь, ты придешь помочь, мы с тобою похожи, боль, ту, что меня гложет, унесешь ты прочь, унесешь ты прочь, даже когда внутри мой демон. Вот как-то так. И здесь в конце, по-моему, тоже была какая-то фишечка. Да, здесь на припеве я в конце вот в этой фразе, мой демон, я добавил еще один голос, который был вообще высоко затюнен. Он тоже там я просто прокрещал, мой демон, и все, я затюнил там его. Чтобы в конце немножко хоть какой-то был колорит, и чтобы вот концовка из этого, и отсюда давайте вот сравним их. Мой демон, и вот эту теперь послушаем. Ага. Мой демон. Ну я вот слышу разницу, но вы, наверное, нет. Ну я вот слышу разницу, я слышу этот голос, потому что я его записывал. Вот такой вот, собственно говоря, проектик у меня вышел. Вот, надеюсь, это видео вам понравилось. На самом-то деле это я не знаю, кто его досмотрит до конца. Если кто-то досмотрел до конца, напишите об этом в комментариях, потому что подобные видосы я готов хоть на час записывать, на два, на три, потому что мне эта тема прям очень интересна. И я готов просто поделиться с вами опытом. Потому что кто знает, может быть, кто-то из вас тоже скоро начнет писать или свои треки, или свою музыку, или кавера. И в любом случае, я считаю, этот материал вам пригодится. Вот. Видос вообще вышел очень большим, но, надеюсь, вам это было интересно в какой-то степени, банально заглянуть, так сказать, за кулисы. То есть посмотреть, как это вообще все обрабатывается, как это пишется, как это выглядит. Если есть какие-то еще вопросы, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях, потому что чем больше вы будете вопросов мне задавать, тем больше идей для ролика у меня будет выходить на канале. Потому что сейчас, когда я преодолел рубеж 50 тысяч подписчиков, я не планирую останавливаться только на одних каверах. Я планирую развиваться как личность. Я хочу какое-то мнение доносить. Я хочу помогать людям. Я хочу о чем-то рассказывать. Я хочу вести какие-то темы. Рассказывать на ту или иную тему. Потому что мне на самом деле немножко тоже надоедает постоянно заниматься одним и тем же. И охота чего-то нового, какого-то разнообразия на канале. Да и думаю, вам это тоже будет интересно, потому что, судя по статистике канала, каналу это даже на пользу идет. Да, немного просмотров, но тем не менее прирост подписчиков сразу налицо. Просто вот налицо. Как бы это странно не звучало. Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Не забывайте жмякать на колокольчик. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Там вся информация полезная. Там информация обо мне, о стримах, о грядущих каверах, о грядущих роликах, анонсы всяких проектов. И еще много всего интересного. Также у нас есть ВКонтакте наша беседа. Уголок СКГ. Если хотите, я вас добавлю. Только дайте об этом знать. Напишите мне лично ВКонтакте. Мол, добавь в уголок СКГ. Ну и не забывайте подписываться на мою страницу ВКонтакте. И если у вас есть личные, прям, ну, совершенно личные какие-то вопросы ко мне, вы можете написать мне ВКонтакте. Я всем отвечаю. У меня не так уж много мне людей в день пишут. Поэтому я всем отвечаю и с радостью готов, если кому-то нужна помощь, чем-то помочь. Все. Всего доброго. Слушайте крутые кавера. Подписывайтесь на канал. Я уверен, мы еще наведем шумиху на русском ютубе. Всем удачи, всем пока. С вами был СКГ. До скорых встреч.